я буду рассказывать что-то что состоит из двух частей первая такая несколько философская что я не очень хорошо умею а вторая более более прикладная но собственно начинается все с того как еще решать задачи с резисторами например что такое задача с резисторами как как их понимать и что это вообще значит ну я буду их понимать в таком очень очень простом смысле то есть пускай у меня есть какая-то произвольная система которая состоит из резисторов и батареек как соединенных как попало и я хочу что-то про нее узнать ну что я могу хотеть про нее узнать как там текут токи какие там везде потенциалы значит как это делается обычно то есть если спросить у ребенка как решать такие задачи скорее всего он что-то ответит и обычно это что-то будет сводиться к правилам киргофа то есть что мне нужно написать мне нужно написать что сумма тока в каждом узле это ноль еще что падение напряжений по каким-то контурам это тоже ноль вот так обычно решаются такие задачи но если на это посмотреть то может возникнуть вопрос собственно почему так почему мне нужно писать именно такие законы откуда они берутся ну дальше дальше если вот эхо такое очень сильное ну ладно вот если значит школьник сообразит но наверное скажет что-то про то что первый закон сохранение заряда второе это как-то связано с сохранением энергии но это все еще такая конструкция довольно замысловатое то есть здесь нужно как-то думать про то какие узлы мне нужно выбирать какие контура значит как это все писать почему почему нужно писать их именно столько сколько я хочу и разные другие вопросы которые значит непонятно как ответить но для того чтобы немножко приблизиться пониманию того почему 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 вообще надо писать что-то такое можно посмотреть на аналогию с механикой причем раз это задача где ничего со временем не меняется то есть распределение только статично то смотреть на задачу нам тоже на статические как выглядит задача по механике статическая у меня есть какая-то система какая попала что-то что-то где-то прислонено стоит как угодно и я хочу найти какие-то параметры в этой системе то есть какие-нибудь углы там или еще что-нибудь такое как это делается ну делается так что мне нужно написать второй закон ньютона и правила моментов из них двоих получить систему уравнений какую-то который потом большими или меньшими усилиями надо решать но даже если вы учитесь школе вы наверное знаете другие методы для решения таких задач кроме как записывание всех законов и решение системы то есть немножко немножко с другой стороны на это посмотреть давайте я спрошу у кого-нибудь кто слушает как еще можно в школе решить задачу на статику ну я хочу что-нибудь другое кроме как написать все законы статики и решить их минимизировать энергию я хочу действительно все вот это можно получить из того что где про минимум энергия смотря как посмотреть это начинается где-то наверное восьмом и заканчивается никогда но когда вам про энергию рассказали там значит виртуальные перемещения рядом а это по сути какая-то энергия то есть все вот эти рассуждения все вот эти законы можно получить просто из того что система находится там где у нее энергия минимальная и хочется получить такое же что-то задача с электрическими цепями ну какой кандидат самый естественный на энергию в электрической цепочке если она состоит только из резисторов и батареек закон ома что такое закон ома закон ома не говорит что напряжение как сопротивлением связано да давайте значит скажем что почти такой же аналог энергии почти то же самое что энергия это мощность и попробуем минимизировать ее посмотреть что получится если так сделать ну здесь нужно какая-то какая-то терминология чуть больше чем просто произвольная цепочка и произвольные параметры поэтому давайте я скажу что я буду искать потенциалы понятно что если потенциалы все найдут и я и токи тоже смогу найти то есть моя задача сводится к тому чтобы найти распределение потенциалов как я это буду делать я скажу что пускай у меня каждая точка как-то программирована каким-то каким-то индексом мы договорились что мощность это у наи то есть целом это знание которое наверное известно и хотим посмотреть а будет ли то же самое что и в механике то есть механик как происходит я могу сказать что я вместо того чтобы писать законы и решать их я начну энергию минимизировать где-то в глубине души я верю что это одно и то же значит вопрос который мы не будем сейчас обсуждать а сейчас хочется посмотреть на задачу с резисторами и сделать там то же самое то есть минимизировать мощность которая выделяется на цепочке и посмотреть а будет ли это эквивалентно правилам киргофа ну какое здесь правило киргофа само по себе выполнится если я в цепочке потенциалы задаю но второе выполнится если я пройдусь по циклу то я приду в такую же точку поэтому если просуммировать там разные потенциалов то получится ноль значит мне нужно следить только за выполнением первого правила киргофа и давайте я за ним буду как следить как-то так чтобы сначала его хотя бы написать у меня произвольная цепочка я ничего про нее не знаю поэтому все что я могу написать это просто правило киргофа вот в самом таком простом виде а еще у меня здесь не токи а потенциалы но они связаны не хитрым образом они связаны законом ома то есть у меня есть какая-то разных потенциалов если я просуммирую по всем насчет зафиксирую какую-то точку одну и напишу вот такое выражение где значит буквы значит примерно то что они значат то есть есть потенциалы разность потенциалов а вот этот друг это проводимость ребра то есть здесь по сути просто написан ток который течет прибрус соединяющие средний который соединяет две вершины там и то и жид и чтобы выполнялась правила киргофа мне нужно сказать что эта штука просто равна нулю то есть еще раз что мне нужно сделать мне нужно найти такое распределение потенциалов который удовлетворяет правила киргофа но еще хорошо бы чтобы граничные условия тоже сходились что это значит это значит что что на обкладках батарейки потенциалы такие как мне нужно то есть на них разность это просто ds и во всех батарейках я их фиксирую вот такая задача ну в принципе как внимательный человек который знаком с аппаратом матфизики он может в этом что-то узнать ну например это может узнать нет школьник не знаком с аппаратом матфизики школьник знаком с правилами киргофа ему пока достаточно хорошо алгебраическую систему ну ну ладно хорошо алгебраическая система но это написано здесь просто производные по координате дискретные да ну на проводимости можно вообще даже забить к и что не все одинаковые тогда у меня будет просто однородная свяда ну более или менее да да ну в общем про это все можно не особо думать просто посмотрев сказать что это похоже на производные то есть значит это не требуется ни для понимания не тем более для понимания у школьников значит просто можно еще раз зафиксировать какую задачу мы собираемся решать мы собираемся искать распределение потенциалов которые доверяют двум условиям граничному и некоторым это дифференциальное скорее уравнение ну сумма по е это по координатам давайте я положу это на квадратную сетку и здесь будет написана разность как какая разность здесь будет написано просто по узлам по вертикали и горизонтали в сумме будет значит четыре слагаемых это просто уравнение лапласа получится да это сумма по соседним одного узла то есть значит так где-то 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 в глубине можно думать про это как про про уравнение лапласа да а можно можно не думать собственно потому что зачем можно написать выражение для мощности таких же обозначениях напишем мощность которая выделяется на всей цепочке ну чтобы это сделать мне нужно как-то просуммировать по всем узлам и мощность я буду искать как-нибудь вот так вот что это разность потенциалов в квадрате и на проводимость вот это похоже на мощность похоже а точно ли это она давайте посмотрим на на один резистор что вот как это работает для одного резистора есть две точки первая и вторая значит сумме будет два слагаемых первое слагаемое будет иметь вот какой-то такой вид и второе будет иметь какой-то такой вид точно такой же вот будет ли это мощность на резисторе что-то одно из них взять но что-то одно из них взять не выйдет потому что мне как-то суммировать везде надо но я бы поставил одну вторую вот ну значит выражение для мощности написали чего дальше дальше нужно понять а когда она вообще минимальна что это за выражение относительно потенциалов давайте выберем какой-то один потенциал какую-то одну точку зафиксируем точку с номером x да что мы решаем задачу с таким вот разностным уравнением и граничными условиями да это типа батарейка это в точности она это не это не новый способ решения задач это как бы ну это во первых старый способ во вторых это не способ это просто значит как про это можно думать и как это можно немножко переформулировать чтобы возможно в этом есть какой-то глубокий смысл давайте перед тем как обсуждать что же это такое сначала получим а потом потом уже можно можно пообсуждать Если я выбираю точку какую-то и смотрю на эту мощность как на функцию в зависимости от потенциала в этой точке, можно заметить, что это квадратичная функция. И даже написать у нее все члены. Чего тут будет? Какая-то вот такая штуковина. Квадрат на трехчлен. А я что хочу узнать? Я хочу узнать, когда эта функция минимальна. Здесь есть два пути. Путь для тех, кто силен духом, но не очень хорошо помнит школьную математику. И путь для тех, кто чуть лучше помнит школьную математику. Нужно найти минимум квадратного трехчлена. Производную я брать не буду. Я скажу, что это, поскольку ветки вверху параболы, это просто полусумма корней. Что это значит? Это значит, что максимум достигается, когда потенциал в этой точке равен вот такому выражению. Ну, суммирую я по всем точкам. Дальше до победы остается один шаг. Надо все это умножить, немножко переносить. И окажется, что это в точности правила Киргофа. Для какой-то точки х. Да, здесь я везде суммирую по всем точкам, по всем ячейкам. И как бы пишу какие-то такие формулы, потому что я могу считать, что проводимость нулевая, если они соединены проводом. Проводимость бесконечная, если они соединены проводом. Нулевая, если просто разрыв. Вот. То есть, что мы получили только что? Мы получили, что вместо того, чтобы писать правила Киргофа, я могу просто задаться вопросом о минимизации мощности. Вот. Это на самом деле такое довольно умное рассуждение. Я взял другой. Да, это он и есть. Но в целом, если хочется делать вид, что это то, что я рассказываю школьникам, то как бы здесь и вот этой буквы нет. И суммировать так тоже не пойдет. То есть, если писать все эти формулы сумми, это выбивает из колье абсолютно. Поэтому тут можно как-нибудь более доступно и менее аккуратно это все делать. Но так или иначе, можно просто зафиксировать тот факт, что физическим распределением потенциалов в цепочке оказывается такое, которое минимизирует мощность. Вот. Это достаточно, я даже не знаю, как сказать, утверждение, которое заставляет подумать про это все немножко с другой стороны. То есть, просто когда вы учитесь в школе, у вас сначала рассказывают какие-то кинематики, потом какая-то механика, а потом такие опы резисторы. Как оно связано со всем предыдущим? Вообще загадка. То есть, кажется, что никак. Но если думать об этом всем в терминах энергии, то очень даже и связано. Такие же методы позволяют получить уравнение, но потом их надо решать, но от этого никуда не денешься. Вот. Ну, что еще тут можно сказать? Можно сказать, что зачем весь этот огород городился, если мне для того, чтобы что-то узнать про цепочку, придется все равно решать такую же систему уравнений. Где я выиграл? Можно спросить. Это вопрос такой философский, где я выиграл. Во-первых, я переформулировал свою задачу по-другому, что само по себе иногда оказывается полезно. А во-вторых, сейчас мы увидим некоторые интересные из этого следствия. Ну, дальше тут еще можно сказать, что человек, который знаком с задачами про схему чуть больше, чем школьник в девятом или десятом классе, он может задаться вопросом. А вот такую же картинку я могу нарисовать для каких-нибудь других систем? То есть для каких-нибудь конденсаторов и катушек? Ну, вот оказывается, что да, если это система без потери энергии, то можно завести все точно так же. Там единственная проблема, что вместо энергии будет действие, так что это уже гораздо более сложные материи, которые мы сейчас трогать не будем. Но ответ такой, что да, можно, если энергия не теряется. Вот. Ну, если я посмотрю на lc-контур обычный, как выберет lc-контур? Грубо говоря, вот так. dtl, вот это c. Вместе они образуют lc-контур. То для него можно написать такую же конструкцию. Я для него могу написать… Ну, извините, я для него могу лагранжиан написать. Вот. Что, по сути, как бы есть минимизация чего-то. Только если задача про резисторы – это статическая задача, поэтому я там занимаюсь минимумом энергии, то здесь уже есть какая-то динамика. Поэтому минимизировать мне действие надо. Да. Тоже можно. Но я бы так сказал, что если у меня есть какая-то система диссипации, то вопрос о том, как это писать и стоит ли это вообще делать, он, ну, открытый. Мне кажется, что нет. Ну, то есть, если я нарисую контур из lc-резистора, то тут все будет затухать, потому что энергия будет теряться. Поэтому там будет какая-то явная зависимость от времени, что не очень приятно. Но в целом тоже можно написать. То есть трагедии не случится. И дальше мы тоже будем смотреть задачи с сопротивлениями. То есть это такой. Ну, даже если ток переменный, то это не очень страшно, если энергии не теряется. Вот если есть резистор, то там энергия. Надо батарейку тогда добавить хотя бы. Если этот диалог идет в школе, там нет ни конденсаторов, ни катушек. Потому что мощность – это не постоянная величина, она меняется со временем. В среднем по времени – ноль. Не будет в среднем по времени мощность ноль на lc-контре, потому что он всю энергию свою выдаст и как бы и заглохнет. Если там резистор с потерями энергии. Если там нет резистора с потерями энергии, тогда все работает. Да. Ну, не прямо так. Не совсем мощность. Но будет работать. Но у вас же в задаче по механике вы тоже не энергию минимизируете, когда система движется. Вы минимизируете действия. Ну, вот давайте посмотрим на механику. Если у меня задача по статике, я минимизирую потенциальную энергию. А если задача по динамике, то уже нет. Здесь то же самое. Что значит случайность? То, что… Да, так и есть. Можно действие написать какое-то условно, и оно просто будет вот таким. То есть у него зависимость от времени будет никакая. Если у меня есть потеря энергии в механике, то там можно все это проводить, просто это сложнее намного. Но есть такая аналогия, что если у меня в системе теряется энергия, то вот и Лагранжев формализм работает не очень хорошо. Вот. Ну, и в механике тоже. То есть он как бы работает. Его можно использовать, можно там все это писать, просто не очень хорошо. Вот. Но это как бы все опирается в то, что меня это не интересует совершенно здесь. Меня интересует задача, которая решается целиком до конца. Это задача про резисторы. Там все определено, и все замечательно. И давайте посмотрим на некоторое такое свойство, которое, значит, кажется само собой разумеющимся, но все-таки требует некоторого объяснения. А именно посмотрим, что будет, если я возьму в какой-то цепочке, поменяю проводимость. Например, сделаю ее больше в каких-то местах. Что тогда у меня произойдет с эффективной проводимостью схемы? Ну, кажется, что она должна увеличиться. Но если я знаю только правила Киргов и могу только законные вот эти написать с линейными уравнениями, то вообще непонятно почему. А если я знаю что-то про мощность, то очень даже понятно, потому что как работает схема? Я подключаю к ней батарейку. Ну, как-нибудь подключаю к ней батарейку. с потенциалами. Ну, тут что-то из резисторов. Тогда какая мощность выделяется на всей этой схеме с точки зрения батарейки? Мне нужно как-то выразить эффективную проводимость через мощность. Я говорю, что давайте у меня есть какая-то моя схема, и я немножко поменяю в ней проводимости. То есть проводимости каких-нибудь ребр сделаю больше. Кажется, что тогда эффективная проводимость вот этой системы из резисторов должна стать тоже больше. Но вот я хочу этот факт как-то осознать по-простому. То есть нужно какое-нибудь объяснение этому. Для того, чтобы это сделать, что? Вот здесь я хочу посчитать мощность на... Ну да, так и есть, конечно. Это эффективная проводимость на разность потенциалов, ну, в квадрате только. Вот такая штуковина. А еще я знаю, что мощность, которая в этой цепочке выделяется, это некоторая сумма по всем ее элементам. Но откуда я могу найти эффективную проводимость несложным образом? Что тут надо писать? какая-то сумма. Какая-то вот такая. Давайте посмотрим, какая будет эффективная проводимость, если я немножко свою проводимость ребер продеформирую. Что у меня поменялось? У меня поменяется, во-первых, распределение потенциалов, потому что поменялась проводимость, а во-вторых, сама проводимость тоже поменяется. Куда еще деваться? Ну, а теперь надо как-то немножко это дело оценить. С штрихами, конечно. Ну, первое неравенство я напишу, оно довольно простое. Я проводимость уменьшу, она положительна, значит, сумма тоже как бы уменьшится. То есть, эта штуковина меньше, чем точно такая же. Квадрат надо написать. И сумма с исходной проводимостью. Вот. И, значит, дальше все, что мне остается сделать, это, заметим, некоторый замечательный факт. Теперь у меня есть система, в которой проводимости такие же, как раньше, а распределение потенциалов другое. Ну, что это значит для мощности, которая на ней выделяется? Кажется, что это значит, что она больше, чем та мощность, которая выделяется в этой системе. Ну, потому что это не физическое распределение потенциалов, а какое-то другое. Значит, и мощность на нем, которая ему соответствует, тоже больше. Дальше можно в этой конструкции опознать мощность, потому что она как бы только что тут была написана, и понять, что это просто больше, чем исходная эффективная проводимость. То есть, что я получил? Я получил, что если проводимость какого-то ребра увеличить, то и эффективная проводимость всей цепочки тоже возрастет. Но то же самое могу сделать с уменьшением. Работает точно так же. Ну, просто в другую сторону все эти стрелочки провести. Вот, то есть теперь, когда я умею писать правила Киргофа как минимизацию мощности, я вот это интуитивно понятное рассуждение могу провести в две строчки. Доказательство, которое ничего не стоит. А если я умею только писать правила Киргофа в лоб, то я, честно говоря, не представляю, как это доказать. Вот. Это к вопросу о том, чем такие вещи могут быть полезны. То, что мы сейчас сформулировали, это можно называть принципом монотонности. И сейчас мы посмотрим, а как же он может помочь мне в решении задачек. Ну, давайте сначала какой-нибудь самый простой пример. Ну, самый простой, не самый, не знаю. Ну, рассмотрим, извините, бесконечную сетку сопротивления. Все ребра по R. Какое сопротивление между двумя соседними звеньями? Звеньями. Давайте. Да. Можно решить. Значит, как решаются такие задачи? Принципы с позиции. Запускаем. Запускаем в один кусок ток. Он расходится по равному во все стороны. Какой-то ток ИН4. Рисуем такую же картинку еще раз. Только теперь мы из соседнего вводим ток И. Поэтому он стекается по ИН4. А что же будет, когда я эту картинку наложу? Когда я наложу эту картинку, у меня получится какая-то система, где между двумя соседними звеньями течет ток и пополам. Тут можно задаться вопросом, а куда, собственно, этот ток уходит или откуда он приходит. Но я считаю, что он где-то на бесконечность как-то правильным образом наложился друг на друга и ушел. А что это значит? Это значит, что у меня течет через схему ток И, а напряжение вот на этом ребре это просто И на R, то есть и R пополам. Значит, сопротивление эффективное это R пополам. А давайте я теперь немножко продеформирую резистор. Какой-нибудь один вот здесь вот. И скажу, что у меня все резисторы по Ому, а вот этот, например, 1,1 Ом. И спрошу, а какое сопротивление тогда в этой схеме эквивалентное? Явно эту задачу по-честному не решить. Ну, то есть я не знаю, как ее решить за осмысленное время, не прибегая к каким-нибудь учисленным методам. Но сейчас, например, я могу это оценить. Что я точно знаю? Я точно знаю, что это сопротивление лежит в некотором диапазоне. Да, ну вот эта штуковина с проводимостями, она работает с сопротивлением и слово в слово. То есть проводимость – это обратное сопротивление, поэтому если одно увеличивается, другое падает. Здесь я что сделал? Здесь я увеличил сопротивление одного из резисторов на одну десятую, поэтому получается, что я могу сказать, что сопротивление эффективное точно больше, чем было до этого. То есть точно больше, чем полуома. А с другой стороны, я могу все резисторы так продеформировать. И оно будет точно меньше, чем 0,55 Ом. То есть если я так немножко продеформировал резистор, я вообще ничего не знаю про то, как там устроены токи, могу что-то сказать. Я могу зафиксировать сопротивление в некотором диапазоне. То есть я и резистор как бы слабо менял, но раньше у меня таких возможностей не было. Но это такой игрушечный все еще пример, потому что он ничего мне не дает. Какая-то бесконечная сетка квадратная, где вы такое видели, нигде. Ну сейчас посмотрим, что можно, а чего нельзя. можно, конечно, все ломать. Давайте посмотрим вот на такую схему, которая уже с большей вероятностью может встретиться где-нибудь. более-менее реальной жизни, надо тут еще сопротивление как-то назвать. Давайте я скажу, что это 1, это 1, это 2, это 2, это 3. Ну что я хочу сделать? Я хочу сказать, что эту задачу вообще сложно решать, надо систему уравнений делать какую-то, писать тяжело. но у меня теперь есть моя суперметодика, я могу оценивать. Значит, как это оценить? В каком случае эта задача просто бы решалась? Ну это хочется как-то мозг сбалансировать, да? Давайте я сбалансирую ультимативным методом. Вот так вот. Что произошло? Я сопротивление резистора уменьшил до нуля. Значит, в итоге я получаю оценку на исходное сопротивление. Тут надо дроби складывать. Сегодня среда и вечер, поэтому я просто скажу, что это сопротивление, которое здесь написано, оно вот такое. Это 1 Ом, 2 Ома и 3 Ома. Все дела. То есть получили какую-то одну оценку. Давайте теперь получим какую-то другую. Ну и в чем, собственно, радость всего, что я делаю? Я хочу деформировать схему так, чтобы мне считать ее было просто. То есть если я здесь что-то подвину так, что мне потом все равно придется систему уравнений решать, это неприятно, непонятно, зачем это нужно тогда. Да, действительно. Давайте разорвем. Такие грубые действия должны привести нас к успеху. Это, значит, тоже схема, которую можно посчитать. И тут тоже надо дроби писать, поэтому я тоже ответ напишу просто. И понятно, что я получу оценку с другой стороны. Оценка с другой стороны будет вот такая. Этого я уже не знаю, я просто резистор выкивал и заменил на провод. Значит, я неправильно их переписал. 15 восьмых это 1,875. Есть ли какой-нибудь алгоритм? Нет. Ну, я на это смотрю так, что что мне нужно сделать? Мне нужно как можно быстрее узнать что-то. Ну вот, в таком очень прямолинейном ключе. Если я буду делать какие-то сложные действия, мне придется думать. А что можно проще считать, чем... Ну вот, еще раз. Вот у меня есть две схемы, которые мне нужно посчитать. Если у меня есть калькулятор... Нет, я все это считаю, что я калькулятором делаю. То есть, расчет параллельных соединений там проходит мгновенно. А как его балансировать? Нет, а как его балансировать? Я могу вот это сбалансировать, увеличив его до скольки? До... Нет, у меня, значит, действия очень-очень ограничены. Мне нужно взять резистор, увеличить его сопротивление или уменьшить его сопротивление. Вот какой из этих резисторов? Левый верхний и правый верхний. До скольки? До... До трех и двух? Ну, это будет как бы слишком много. грубо. Это будет... Нет, это в уме считается, но как-то слишком грубо. вот. Нет, никакого алгоритма нет. у меня нет никакого объяснения, как нужно делать, чтобы получилось хорошо. Просто у меня в руках есть там несколько, некоторый набор действий, я хочу получить схему, которая считается просто. Я беру несколько из них и еще там выбираю самые близкие ответы. Грубо говоря, да, но поскольку, поскольку еще раз, в чем выигрыш? Выигрыш в том, что и то, и другое. Ну, и такую оценку, и такую оценку, и с мостиком, и даже все, все их вместе, я по времени делаю гораздо быстрее, чем расчет системы уравнений. Вот. То есть, радость именно в этом. И еще можно на это внимательно посмотреть и заметить, что здесь разность между этими двумя ответами всего односотая. То есть, я попал в ответ очень точно, ничего не делая. Можно вспомнить, что физика – это экспериментальная наука, как бы кому-то не хотелось чего-то иного. Поэтому точность все равно остается с нами навсегда. А если это происходит на Олимпиаде, где, значит, стандартное отклонение 10%, то, может быть, даже и сойдет, потому что, как бы… Я не знаю. Игра всегда идет на двух вещах. Первое, что я всегда могу изучить точно. А второе, что мои приближенные методы должны работать быстро. То есть, мне кажется, что если начать думать о том, а где сейчас выделяется самая маленькая мощность, то это как бы усилие интеллекта требуемое гораздо больше становится. я могу его выкинуть просто так, и ничего не изменится вообще. Но проводимость прямо профессионально мощности выделяемая. Да, поэтому если вы немножко меняете мощность, я бы не рисковал так говорить, потому что наименьшая мощность всегда выделяется на проводах, потому что у них нулевое сопротивление. Но кажется, что если я выкину, например, вот этот провод, потому что на нем нулевая мощность, я скажу, что это провод, и выкину его, то я получу какую-то фигню. Вот я получу 5 Ом. Выкинул провод, на нем нулевая мощность, то есть получил 5 Ом. Потому что когда я меняю что-то одно, у меня перераспределяется вообще все. То есть если говорить про это аккуратно, то мне нужно такое изменение, которое суммарно выделяемую мощность меняет как можно более слабо. Это правильное утверждение. Но будет ли у него какой-то локальный аналог, мне кажется, что нет. То есть, грубо говоря, я не могу просто, глядя на систему, сказать, что мне нужно выкидывать, чтобы получилось хорошо. Ну а если про это долго думать, то становится непонятно, зачем мне нужны численные методы, которые работают дольше, чем я бы точно решил эту систему. То есть тут всегда такая игра идет. Но тем не менее, мы очень точно оценили. Понятно, что это пример такой специальный, но он тоже есть, и надо отнимать у него жизнь. Давайте посмотрим теперь на схему, которую я бы, будучи в школе никогда бы не стал решать точно правилами Киргофа. Но став постарше, я когда начал вести кружки, я узнал, что есть, значит, замечательные компьютерные программы, которые делают это за меня. И я как-то сразу стало проще. вот, значит, такая схема, у которой все резисторы по краям одноомные, вот здесь два и здесь три. То есть четыре резистора выделяются посередине, можно их как-то так немножко замалевать. Такую схему вообще непонятно, как считать. Ну, то есть, понятно как, но тяжело. давайте попробуем воспользоваться теми же самыми самоображениями. Ну, и попробуем хотя бы как-нибудь оценить сопротивление такой схемы. Ну, как его можно оценить совсем по-простому? Ну, то есть, все резисторы по Ому, поэтому можно прикинуть, оно больше одного Ома, хотя бы, или меньше. Какая схема была бы здесь такая красивая, сбалансированная. Сделать все по Ому. Ну, хорошо, вот идея, что давайте что-то сделаем так, чтобы в центре все расцепилось, она близка сердцу сразу становится. Но это можно сделать по-разному. Такой самый примитивный вариант. Давайте я просто уберу все вот эти штуки, которые мне мешают. Просто их уберу. Понятно, что тогда получится схема, которая просто считается, но это три вторых и два будет. Да, конечно. Это все понятно. Интуитивно кажется, что это все рассуждения, они хорошо работают, когда у меня схема симметрична, но не совсем. То есть, если я могу чуть-чуть ее подкрутить, чтобы она стала симметрична. Если я выкину просто вот эти резисторы посередине все, это самое простое, что можно сделать, то у меня получится, это тоже ответ, который я перепишу, то есть сопротивление вот такой схемы это шесть седьмых Ома. То есть мы вообще ничего не делали, узнали, что оно меньше Ома. Ну, давайте посмотрим теперь, что можно сделать чуть-чуть поумнее. Давайте попробуем действительно менять, не просто выкидывать что-то, а чуть-чуть поменяем сопротивление. Я могу что сделать? Я могу все вот эти центральные заменить на два, тогда все расцепится, и я не очень сильно поменяю схему. То есть менять все резисторы на два это может быть слишком сильно, потому что основной такой столб, которого мне не хватает, это расцепление центра. Если я сделаю все резисторы по два в середине, то я смогу эту середину отцепить и посчитать такое сопротивление. оно будет больше, чем то, что мне нужно, или меньше. Да, я сопротивление уменьшил, значит сопротивление. Вот, эта штуковина это 14,17 ома. Это как бы тоже считается явно, чего я не буду делать. А если я сопротивление посередине увеличу до 3 ом, то у меня получится почти такая же схема, только посередине будет 3 ома. И оценка будет уже в 5,6. Глядя на эти две дроби, вообще непонятно, насколько они близки. Ну, я это посчитал, поэтому мне понятно. Они близки вот настолько. Примерно. то есть это одна сотая ома. Я посмотрел на эти две схемы, не сделал ничего. У меня была какая-то такая сложная конструкция, очень сложная, которую ее посчитать, это довольно больно и не хочется очень. Вместо нее можно посчитать две простые. На самом деле, даже одну. потому что вот этой штуковине можно формулу написать, она несложно получается даже в девятом классе, и получить очень точный ответ. В принципе, здесь можно было бы остановиться, потому что как бы она почти симметрична. то есть вся игра идет на том, что я использую утилитарным образом вот эту легкую несимметрию моей схемы, которая, с одной стороны, запрещает мне решать задачу точно в симметрии. 100 тоже нормально, потому что она как бы слишком большая. Слишком много, его можно просто выкинуть, оценить. То есть если один из них, то как бы... Да, это, наверное, не очень хорошо. Но надо проверять, я не уверен. Ну, не совсем, потому что иногда бывает, что если сопротивление очень большое, то его можно безболезненно выкидывать. мне нужно, чтобы все было симметрично, потому что если что-то совсем не симметрично, если я вот этот резистор сделаю десяткой, то у меня слишком сильно нарушится симметрия. Это как бы перебросит меня в какой-то другой мир. А я хочу находиться где-то рядом с симметричной схемой. Ну, давайте попробуем еще поточнее сделать. То есть, в принципе, это уже результат, который получился просто, и отчасти потрясает своей точностью. Но можно сделать еще лучше, потому что как бы, потому что можем. Значит, мы сейчас использовали очень простые приемы. Мы резисторы меняли сопротивлениями. А в прошлый раз что нас спасло? Нас спасло такой очень грубый способ. Давайте его здесь тоже попробуем применить. Что я хочу сделать? Я хочу просто расцепить эту штуковину. То есть, я балансировал эту систему, чтобы расцепить середину. Давайте я просто расцеплю середину. Как бы так абсолютно грубо нарисую такую схему. Она все еще просто считается. Это параллельно соединенные резисторы. То есть, тут ничего умного нет. и можно посчитать какую штуковину. Это будет 34,41 хома. Вопрос, это больше, чем мое исходное сопротивление или меньше? То есть, какую оценку я сейчас хочу подвинуть? С чем мне нужно сравнивать? Прошу прощения, а можно чем 14,17 отличается от последней? Чем 14,17 отличается от 34,41 или что? Я имею ввиду или от этой? Чем вот эти две схемы отличаются, одна выше, левее. Резисторами посередине. Здесь я сказал, что давайте я уменьшу резисторы до 2. Здесь я сказал, что давайте до 3 все резисторы. И поскольку она симметрична, эта схема, я могу расцепить. А здесь я ничего не говорил, я просто расцепил, и у меня получилось здесь как бы 2,3. 2,3. Все понятно. Вот. И некоторая такая оценка. Ну, можно, значит, ее написать, она улучшает 5,6, которая была раньше. Что тогда будет? Тогда вот эта разность, которую я тоже посчитал, это будет примерно в два раза меньше. Ну, не в два, конечно. Ну, да, это расстояние, это ширина промежутка, в которых лежит ответ. Да, я вот эту границу чуть-чуть подвину повыше. И здесь как бы важно, что я все еще не делаю никаких таких big brain способов. Я просто там чуть-чуть что-то деформирую и получаю очень точные ответы. Но и это еще не все. Можно, ну, дальше уже такое. Что я сделал? У меня здесь было два ребра с сопротивлением ноль. Я сказал, что теперь это сопротивление будет не ноль, а бесконечность. Такое очень жестокое обращение с сопротивлениями. Но приводит к интересным результатам. Загадка. Это загадка. Не знаю. Действительно не знаю. Я думал про это, у меня не получилось никакого объяснения. Потому что оно работает только... Ну, общая закономерность, которая здесь наблюдается, заключается в том, что мне нужно взять схему, которая почти симметрична, и просто сказать, что вот она симметрична, потому что я так хочу. И оказывается, что такие самые грубые способы дают мне очень хорошие оценки. здесь аргумент только такой, что оказывается, что так, но почему? Загадка. Потому что еще же непонятно, чем они отличаются друг от друга так сильно. То есть, почему одно хорошо работает, другое плохо работает. Здесь моя аргументация заключается в основном в том, что и то, и другое очень просто считается. То есть, в каком-то смысле, гораздо проще оценить одно и другое, чем пытаться подумать, а что же мне делать. То есть, делай, что хочешь, и получится, не получится. Дальше можно получить еще… В принципе, на этом можно останавливаться. Если бы я на калькуляторе просто систему решал, я бы уже до такой тоже не дошел точности. Ну, серьезно. То есть, это уже превышение всего, что может быть, но можно еще лучше. Для этого потребуется несколько иной трюк. По этому поводу я даже схему нарисую целиком. Да. И что? Да. Грубо говоря, да. Ну, то есть, не уверен между чем и чем, но я так делаю. Я рассказываю, я как бы… Здесь рассказывают только то, что работает. Но, в принципе, вариантов действия не очень много. Ну, не знаю, это как посмотреть. Ну, вообще, да, вообще нормально. Это то, что мы видели в самом начале, когда я рисовал бесконечную цепочку, вот эту бесконечную сеточку. Там как бы я просто все сопротивления отмасштабировал туда-сюда и получил какую-то оценку на дефект. Тем временем я нарисовал новую схему. Значит, как она соотносится со старой? Я разбил резисторы, два вот этих. Два вот этих резистора пополам. Ну, не пополам даже, а на какие-нибудь там… Какие-нибудь такие сопротивления. Да, все остальное осталось таким же. То есть, вот эта штука – это два, это три, три, два, один, один. Ну, все непонятно, конечно, как это забрать, когда я так пишу. Если на печати можно цветом отмечать, а если на доске, то… Да, значит, что я сделал? Я разбил центральные резисторы вот эти на две части и соединил их вот так вот. С какой стороны это будет оценка? Да, сопротивление должно было уменьшиться, действительно. То есть, что… Стало ноль. Да. Это вот как бы оказывается так, что самые грубые действия, они приводят к самому хорошему результату. Прямо как в жизни. Вот. Типа того. Ну, вопрос такой. Эту схему можно посчитать сейчас? Вот флоп. Ну, в принципе, значит, она действительно была бы симметрична со всем, если бы я x сделал одной второй, y тоже одной второй. В конце я так и сделаю. Но пока нет. Пока я ее немножко перерисую еще раз. Это какой-то такой кружок по рисованию. Значит, как она выглядит? Вот. Это значит, что тут схема немножко поменялась. Ее так поскладывали. Ну, вот этот друг. Вот этот участок, она отслоенная такая. Вот это x, y. Они соединены параллельно с одной второй. Ну, а оставшиеся 1 минус x, 1 минус y. У них, значит, есть какие-то куски остаточных параллельно-исходнений. Вот какие-то такие. И теперь я спрошу себя, насколько я таким образом поступил, насколько высоко я могу получить свою нижнюю оценку. То есть, насколько точно я могу это все сделать. Такую схему тяжело посчитать. Ну, не тяжело, но действительно, ладно. Это я погорячился. Это тоже последовательно параллельное соединение. Если я это посчитаю, у меня получится какая-то система по x, y. Вероятнее всего, квадратная. Которая мне нужно будет заказать максимум. Это неприятно. А мне кажется, если просто сопротивление. Ну, то есть, она будет какая-то квадратная, надо заказать ее максимум. Я не хочу этого делать. Я хочу оценить оценку снизу в другую сторону. То есть, я хочу понять, насколько велика она может быть. Это как бы важное место сейчас, что я знаю, что мое сопротивление больше, чем вот эта штуковина. И теперь я хочу для нее самой, для вот этой схемы уже понять, насколько велико может быть ее сопротивление. Ну, алгоритм этих действий нам, в принципе, знаком. Значит, что нужно делать? Выкинуть все перемычки. Такой. Дурное дело не хитрое. Если я это сделаю, так. Ну, я хочу вот эти сжать как бы в одну, вот эти сжать в одну, выкинуть вот эту перемычку и вот эту перемычку. Так у меня снова получится такая схема, которая похожа на сбалансированный мост. Но, понятно, не сбалансированный. Значит, что я хочу с ним сделать? Ну, как бы тоже понятно, выкинуть перемычку. Значит, интересно, что здесь как бы вот эти x и y ушли. То есть все сложилось, и я получил оценку на сопротивление. Эта штуковина – это 82,99. Извините. Ну, а теперь вопрос. А достигается ли этот максимум? Что я делал? Я выкидывал балансирующие перемычки в мостах. То есть когда он достигается? Когда, во-первых, вот эти два друга равны, тогда я могу вот это выкинуть и вот это выкинуть. То есть x равен y. А во-вторых, если сюда посмотреть, то мне надо, важно, чтобы у них сумма была один. Чтобы это тоже можно было законно выкинуть. То есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что x равно y равно полома. Вот. Это, в принципе, то, что можно было с самого начала выбрать, как самый приятный вариант. Но сейчас мы не просто его выбрали, а мы еще и узнали, что лучше нельзя никак, если таким образом действовать. Ну и теперь осталось только оценить ширину промежутка, в которую мы засунули свое сопротивление. И она получается равна тысячной ома. Вот. Такие дела. То есть что мы сделали сейчас? Мы исходную задачу, которую надо было решать правил Маккерго в какой-то системе уравнений, свели просто к некоторой простой схеме и вылучили ответ с точной до тысячной ома. Можно как бы его написать еще, чтобы совсем в том числе и в том числе. У меня параметры не сильно меняются. Что здесь параметры? Непонятно, какой там ток течет. Вот до такого уровня, мне кажется, это уже такое развлечение ради развлечения. То есть оно, понятно, что практической пользы не очень много несет. Ну, потому что это слишком, тут надо какие-то слишком большие мозговые усилия прилагать, чтобы рисовать себе вот этот путь из преобразований. Нет, ну вот до этого, мне кажется, до вот этого никак. Ну, то есть это проще решить, это спортивный интерес, проще решить, чем вы делаете такие трюки. Но при этом, при этом, которая самая простая ценка первая, когда там все резисторы от 2 до 3 или от 3 до 2, она кажется вполне естественной. То есть ее вроде бы можно сделать. Она делается в один шаг и получается точность, ну, в 10 раз больше, конечно. Ну, в 10 раз меньше точность. Но это все еще очень точно. То есть вот такая история. Я могу сказать, это значит, вот эта задача, это в журнале КВАН 2011 год, третий выпуск. Мне кажется, некто Соколов. Не знаю, кто это. Но интересный кусок, во-первых, что можно оценивать сопротивление, а во-вторых, что предыдущий шаг, когда там была точность 1 сотая, он еще и вполне доступен. То есть он гораздо проще технически, чем все это считать. Я боюсь, что здесь как бы игра на том, что это приближенные методы, и приближенный метод не должен занимать больше усилий, чем чистый. Иначе он не нужен. Нет, вот этот сюжет, который рассказывается. Нет, это должно быть что-то, что почти сбалансировано. И если я немножко поменяю его, оно станет совсем сбалансированным. Нет, ну как бы видишь мост, который не сбалансирован, меняешь резисторы так, чтобы он был сбалансирован. То есть действие очень простое. Про что? Не помню. Там была задача на сопротивление, когда надо было выбрасывать просто. Но там как бы просто выбрасывалось. То есть там перебором решалось более-менее. Либо подумать, но как бы... Вот, ну вообще, если говорить про это в контексте школьников, вот этот кусок с разбиением резистора центрального на две части, это понятно, что это надо рассказывать просто как интересный сюжет. Вот, а вообще такие задачи, ну это где-то рассказ на одну пару примерно. Можно взять еще набор, ну вот в этой же журнале Кван, там есть еще несколько примеров, которые тоже можно посчитать. Вот, ну и там что-нибудь своими руками тоже можно собрать, какие-нибудь мостики почти сбалансированы, они тоже хорошо все оцениваются. И это как бы тоже вполне доступно. Интересно, что как раз в школе этого нигде нет. И это такое первое место, где школьник может столкнуться с тем, что задачу вообще не обязательно решать точно, и зачем вообще нужны приближенные методы, потому что они как бы быстрые и простые. Вот. Ну вот эту штуку исходную, решать ее честно, это я попробовал, я устал писать уравнение, просто и не закончил даже. Так что на этом, наверное, все, что я хотел бы сегодня рассказать. Уже время подходит к какому-то к финишу. Вот. На самом деле из этого всего, из того, что я сегодня говорил, есть как бы два куска. Первый кусок это про то, что правила Киргофа, они берутся не из пустого места, и их можно формулировать несколько иначе, быстро, просто и коротко. То есть просто, что мощность минимальная. Нет никаких вот этих сложных систем про контура. И что-то такое. Но тут требуется, конечно, усилие воли, чтобы понять, что это одно и то же. И еще больше усилие воли, чтобы это доказать. Но, тем не менее, это такой, если вдруг кто-то, не дай бог, решит потом заниматься теоретической физикой, это такой, как бы, первый звоночек. Если вам это понравилось, то у меня плохие новости. Да, да, да. Нет, это же как бы, как и все другое. То есть второй закон Ньютона, он тоже простой. Зачем идти дальше? Ответ на этот вопрос, мне кажется, его нет. А и не в школе тоже. То есть каждый выбирает для себя, где остановиться. Просто надо знать, что есть куда идти дальше. Да, это как раз иллюстрация того, что другой подход может оказаться полезным. Но, в принципе, если вы не хотите про это думать, то можно не думать про это. Тут же, как и везде. Нет, но это интуитивно понятно в целом. Ну, то есть тут уровни строгости можно опускать сколько угодно. Ну, почти сколько угодно. Такая вот история. Нет, я это рассказывал школьникам в 10 классе. Буквально осенью. Это и на Олимпиадах тоже не встречается. Ну, это как бы встречается так, что как бы не считается. То есть решение таких задач, оно не откроет вам двери в Олимпиады. Да, но это уже совсем другая история. Да, это оно и есть. Да, дискретного. Да, так и есть. Но он не такой. Он непрерывный. Но тут как бы есть вообще вся красота, что это гармоническая функция, что там гармоническая функция однозначно дается со своими границами. Это, грубо говоря, то, что распределение токов единственное в проводниках. Это оно и есть. Только про это не надо как бы говорить. Спасибо. 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 так нет а вот он он как бы по сути это просто есть доказательством единственности она вот так и устроена что я смотрю на соседние точки по очереди а поскольку у меня здесь задача дискретно в отличие от непрерывной задачи я могу как бы все точки посмотреть и так вот дойти до куда надо то есть предельная форма вот этого метода это и будет распределение потенциалов это можно показать она он же сходится там какой я могу изжать сколько хочу но я же здесь не не алгоритмично действовать действую как как бы как подскажет мне мое сердце поэтому тут количество шагов больше трех я бы не стал делать вот вы когда говорите что что-то что-то сильно отличается что-то слабо отличается это уже во сколько у меня задача на оценке сильные слабо это плохие оценки по сравнению с чем а вы как бы когда про средний говорите вы не знаете ничего про соседние узлы то есть говорить что потенциал примерно равен потенциалу в соседних узлах для этого нужно что-то знать про соседние узлы это нужно что-то знать уже про схему то есть тут как бы оценка сходимости стоит дороже чем решение я боюсь что чтобы говорить про средний нужно знать ну это в общем какой-то сложный кусок но это дизель это не я боюсь что что вот та часть где я думаю о ширине интервала она как бы это еврестический метод я знаю что если я так буду делать когда-то скоро или не очень скоро я получу узкие ворота но тут количество шагов такое что 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 эти все все мысли они значит не приводят ни к чему потому что мне кажется что все численные ветки когда я про них говорю они при больших количествах шагов сходятся куда-то или там какие-то вопросы а здесь мне нужно как бы со второго попасть так что но это просто такой некоторый интересный сюжет то есть он не открывает никуда ворота и я не является каким таким фундаментально прорывным но мне кажется что что интересная вещь которую 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 можно рассказать ребенку кому-то это будет интересно кто потом значит нет ну это такие дела а если вопросы в зуме нет зум пока нет ну единственное что не слышно что задают вопросы в зале как раз это сейчас обсуждали да ладно тогда я выключаю шарманку спасибо всем на сегодня все про следующий семинар давайте решим рабочем порядке